Многие задавались вопросы, а помимо Сталкрафта, есть ли другие проекты, также сделаны в Майнкрафте с тематикой Сталкинга? Да, они есть, и скажу более, выходят по сей день. Их не столь много, как те же модификации на трилогию, но их в целом достаточно для обзора, что и вдохновило меня сделать это видео. Небольшое отступление. Перед тем, как я начну свое повествование, таких проектов как Метрокрафт, Сталмайн, Сборг, закрытых и до сих пор не вышедших проектов и прочего Хаммер в данном видеоролике не будет, так как мы рассматриваем только лишь доступные проекты на 3 марта 2024 года, прямо или костно относящиеся к общей вселенной, имеющей хотя бы минимальный онлайн. Также это не является их рекламой, а лишь обзором. А мы, пожалуй, начнем. И первый проект на разбор стал крутой Экскалибур. Данный проект открыт еще с начала 2014 года, а если брать в учет его предковы 2 версию, которую время монтажа видео успели закрыть, с 2013 года. В целом, на тот период времени это был прорывный проект, потому что в нем были реализованы квесты с оригинальными персонажами, новые локации, оригинальное вооружение и, главное, мутанты-артефакты, что примечательно было редким явлением. Он пережил пик своей популярности с 2015 по 2020 годы. В нем реализованы системы карт, плановые воины на основной карте, богатые второстепенными линиями сюжет, а также возможность постройки и осваивания базы с сундуками и блоками декора. В целом, он был венцом творения среди всех подобных. Теперь же перейдем на негативные стороны. Хотелось бы выводить огромное количество багов и плохую оптимизацию. Также были случаи, когда на экране во время игры появляются артефакты, и далеко не аномальные, хотя у меня стоит мощная видеокарта и хороший процессор. Также проваливающиеся подземные NPC, по которым ты, естественно, попасть не можешь, а они, в свою очередь, стреляя мизинцем левой ноги в позе кобры на голове, способны попасть по тебе почти со 100% вероятностей. И когда ты, наконец-то, убиваешь его, игра берет и вылетает. Конечно, на этом проекте есть много локаций и квест, но графика оптимизации баги здесь оставляет желать лучшего. Комития не столь токсична, но она разделяется на две части. Обычных игроков и игроков, состоящих в планах, с долгой историей, способная за несколько часов уже на фарме себе топовое снаряжение. Также здесь проходят вайбы, примерно с периодичностью раз в полгода-год. Онлайн-вечернее время редко достигает 10 человек. Данный проект обладает богатой историей, в целом, как и тайнами, ответы на которые могут узнать лишь высшие этого сервера или же настоящие алтфаки. Моя субъективная оценка 3 из 10. Играть с друзьями можно, но не рекомендуется в избежании негативного опыта. На прошлом проекте играть можно было бесплатно, в отличие от этого. И это у нас FGM, который расшифровывается как Free Game Minecraft, что иронично. Данный проект существует с лета 2015 года, и уже осенью они выходят в открытое плавание. Спустя 2-3 года развития, они смогли нарастить свою первую фан-базу. И объявили в один из них, что сервера будут закрыты на доработку и ведение крупного обновления. Параллельно ведя другой проект с Hightech, Magic, Star Wars и другими сбоками. Не забывая о своем коммунинте, они давали им постоянные скриншоты с пролей разработок новых локаций, моделей, НПС и механик. Иногда, даже запуская ЗБТ, говорят, что они вот-вот откроются, и всем удастся поиграть на их проекте. Правда, это не оттягивает то на следующий год, то на второй и третий. И вот уже целых 9 долгих лет ведется их разработка. Они смогли добиться ошеломительного успеха. И после закрытия последнего ЗБТ в 2018 году, спустя 5 лет, они анонсировали повторный запуск ЗБТ в конце лета 2021 года. В который можно пойти играть даже сегодня. За 200 рублей обычный билет с доставом на сервер, а за 500 рублей можно также получить уникальный МП5 и броник в довес. Главной проблемой было то, что его разработка велась и ведется в закрытом виде. В целом, заведение платы за проход на сервер я не считаю последним, ведь им нужно чем-то платить билдерам, квестерам, моделлерам и программистам за их услугу. Судя по трейлерам, проект обещает быть атмосферным и поработанным. Хотя и анимации, честно говоря, не впечатлили. Я не заходил на их сервера и опыта игры не имею, как и понятие, что там происходит на самом деле. Я ставлю 5 из 10 из-за надежды, что этот акт расцветет и выйдет в открытое тестирование. Ничего конкретного о нем рассказать я не могу. Следом у нас идет второй по развитости проект. Сталкук. Многие знают, но изначально его название было Сталкрафт ПРТ. Но из-за разбирательств с Эксбад название пришлось сменить. Также он мог бы приобрести уникальную атмосферу ПРТ, если бы у него получилось бы купить карту одного из бывших разработчиков за 15 тысяч. Впервые я с ним познакомился в 2020 году, когда он только-только поменял свой название, сравнивая с сегодняшней версией. И то, что было тогда, можно с уверенностью сказать, что он сделал качественный скачок. Также многое было чего вырезано, многое чего добавлено. В какое-то время не было даже ПДА и привычных анимаций. И только лишь ближе к 2022 году он начал свое преображение, изменив сюжет и улучшив визуальную составляющую. В дальнейшей перспективе планируется добиться огромных успехов, и я надеюсь, что у их команды все получится. Теперь же перейдем к оценке этого проекта. В целом, визуальная составляющая более чем хорошая. В особенности сравнивая с тем, что было два года назад. Анимации приятные, но есть разнообразные. Видно, что проект не простаивает на месте, и с каждым годом становится все лучше и лучше. Качественная проработка цвета и гаммы не режет глаза. Особенно для меня зацепила работа над звуком, сделав его не только более реалистичным, но и объемным. Да, наблюдается и какая-то недоработка. Но это связано с тем, что тестовый сервер. Так что спишем это все в надежде, что в будущем все это исправить. Также проект радует ивентами, проводимыми в Пайзлоке. Итемнательный ряд. К примеру, Лоулин, Новый год и День рождения проекта. И плавно от плюсов приходим к минусам. Хоть сейчас проект работает в тестовом режиме, можно подметить, что у него есть проблемы с оптимизацией. Также, из-за отсутствия распределения по снаряжению, вы можете спокойно встретить где-нибудь на свалке Гауссинга на вышке. Или РТ-20 на болото. Есть еще моменты того, что были проблемы с вылазами за карту, которые были в 2020-2021 годах. Но с перестройкой локаций, данная проблема вроде как уложилась и не наблюдается. Средний онлайн превышает 3 человек, а порой доходит до всех 50. Дело во втором по численности игроков в проектах. Исходя из высшего описывания, я смело могу поставить 7,5 баллов из 10. Этот проект о предложенном развитии и большему онлайну может стать отличной альтернативой, если бы вы хотели погрузиться в атмосферу сталкера, или ощутить как его было во время проекта на Сталкрафте, то этот проект для вас. Кто бы что ни говорил, но Сталкрафт интересная игра с хорошей графикой, поработанным интересным геймплеем, сюжетом и множеством механик. Многие знают о нем еще с самого 2014 года, когда он только-только вышел в закрытое альфа-тестирование. Может даже раньше. Он обладатель наибольшего онлайна среди подобных геймплей. Около 10-15 тысяч человек является на данный момент жемчужиной всего геймплеева в России. Среди подобных геймплей. Хоть он и выглядит квадратным, они уже давно отошли от кубизма, наполнены игру разнообразными моделями, уникальными технологиями, позволяющими не просто лицозреть красивую картинку перед глазами, но и чтобы это запускалось на каждом карте. Работать со звуком, цветами, застройкой, планировкой и картой просто поражает воображение. Здесь присутствуют не просто локации с трилогией модификации, но и полностью перестроены. Немногие проекты могут похвастаться такими достижениями. В целом, несмотря на все то, что было так или иначе потеряно, можно с уверенностью сказать, что Стокрафт находится на пороге выхода в новое поколение геймплеева среди проектов в Майнкрафте, выходя на международный рынок и открывая доступ для всех желающих, набирая фан-базу не только на территории СНГ. Теперь же поговорим про недостатки. Проект, честно говоря, неприветлив для многих новичков, и было бы сложно развиваться дальше свалки из-за такого явления, как бы кашельство. Помимо этого, был особый барховный предмет под названием срачники. Его было не столько сложно фармить, сколько выносить, и многие одиночки или казуалы не выдерживали этого и забрасывали игру. Сейчас же ситуация меняется, и проект становится более приветливым. Но убийства игроков ради аутра и собственного удовлетворения никуда не делюсь. Ранее, еще до перестройки, не было такого явления, как барта. Точнее, он был характерен для северных локаций, где за определенные предметы можно было сделать уникальное или донатное снаряжение. Поначалу он довольно простой, и спокойно переходя от болот кардона, от кардона к свалке, можно было спокоен и все в утренне. Но вот уже с барра начинается переломный момент. Такая замечательная локация, как барта. Еще до обновления бартаных предметов, также имела один очень неприятный компонент. Рассольный, характерный только для этой локации. Его можно было собирать только двумя способами. Утая ящики, холодильники, сейфы и другие объекты, либо же в фарме МПС. На этой локации, помимо всего этого, находятся два выхода, сталкерский и бандитский, и позволяющие одному дойти до другого меньше, чем за пять минут. Это одна из тех локаций, где идутся сразу две фракции. Также с болтами, кардоном и в какой-то степени со свалкой. Ведь там тоже есть общая база, но без сейва. Если там было приличное расстояние, или простое нежелание, или опасность идти фармить на территории противника, то в барре это было необходимо. Ведь рассольник падал только с событий и НПС противоположных фракций, расположенных на их территории, создавая неизбежный конфликт. Это не страшно сейчас. Ведь рассольник можно спокойно фармить и в яме, и в лесу. Но до этого в барре не было редкости встретить сталкера на территории бандитов. И наоборот. Допустим, вы выформили все, что нужно было, нужно. Седьмой уровень бака, прошли сюжет, и вот у вас уже появилось ветеранское снаряжение. Дальше наступает еще более нудный крим центра, зоны и севера, где вам нужно будет выбрать одну из двух доступных для каждой фракции группировки для сталкеров между Долгом и Свободой, для бандитов между Заветом и Наемниками. Свободы и Завет имеют подземные базы, широкая система тоннелей и выходов по всей локации. Однако туда могут зайти и враждебные фракции, а у Долгой наемников базы на земле. Если еще на армейских складах, могильнике, пути дураков в мертвом городе, еще можно было спокойно храниться без особых проблем. При наличии хорошего оружия и избегании мест в скоплении покрашен, то в севере тушите свет. Фарм более долгий, а возможности выноса без склада близится к нему. Там спокойно можно встретиться с другой фракцией у своей базы, вдохнуть в аномалии или от заражения, что-то определенного про это сказать я не могу. Но дальше армур в пути дураков фармить в одиночку не стоит. И лучше время для этого, либо ночью, либо рано утром, пока топеры спят, и тогда, когда они учатся в школе или находятся в детском саду. Конечно, Сталкрафт имеет противоречивое мнение для каждого. Для кого-то это лучшая игра на свете, для кого-то она подняла гнать и погрязла в постоянном фарме и гринде. Хотя правда находится всегда где-то посередине. Но несмотря на это, объем работы проделанной командой Эксбо просто колоссальный. Сейчас же происходит крупное обновление, так или иначе влияющее на игру. Какая альтернатива бы ни была, от данного момент Сталкрафт является лучшим проектом среди подобных. И я бы поставил 8 из 10. Есть множество минусов, но эти минусы слегка и компенсируются положительным опытом от игры и визуала. И да, многие выросли на этом проекте, ведь Тимур в этом году уже стукнет 10 лет с момента создания. Вы можете самостоятельно скачать и оповодить.